она иногда понимает что с нами все равно не поедет но на всякий случай так стоит и с грустными глазами смотрит солнышко у нас отсутствует но зато самолеты не ленятся пролетают когда хотят неизвестный рейс а мы куда едем спрашивают любопытные зрители подождите эта машина такая маленькая не знаю как люди вообще в таких машинах сидят наше машина вон где наша машина есть никто туда не на машине никуда не ехал мы почему-то решили вестись уже присела столько труда выложила чтобы присесть столько пожаловалась на маленькую машину с гордостью и с честью будем ехать завтра в гости на пиццу детей пошлю все правильно что напишу то и принесут но я хочу просто пойти давно не была сама в магазине может быть что-то интересное увижу без списка хочу сделать шопинг без списка такой маленький крохотный сейчас большие шопинге уже не делаю ну да так что маленький крохотный шопинг сделаем вернемся с вами немножко туда-сюда по дому продвинемся побеседуем и все будет хорошо а про погоду говорила у нас солнышко нету на сегодня комментарии читала во многих местах странах есть солнце значит она еще есть как-то обрадовалась почему-то какой комментарий содержал у нас солнце у нас солнечно а у нас есть солнце и тому подобное читала с улыбкой радовалась будто это у нас было почти это восхитительный человек думает наверное мы в какое-то маленькое короткое путешествие собрались говорит пользуюсь случаем себе кофе возьму не знаю каким случаем хочет пользоваться ну раз уж хочет пусть пользуется мы кофе сегодня три чашки пили всего лишь но у человека если такое желание есть значит это к чему-то но точно не к дождю надеюсь не кажется уже погоды такой хватает дождей не хотим будь осторожен дорогой приселся и начал чистить эта машина арнака и лилит после них старичок ну когда старички что делают под носом что делают мурлычат бурлычат недовольно разговаривают про себя садится и начинает бурлычить мурлычить недовольно разговаривать все на ходе что случилось очередь большая я думала закрыта думала сейчас подумала повеса нету не охота приселся идти и дети обычно здесь копейки собирали подождите вот здесь в этом и когда он присаживался уже знаете история его за звуками машин если в машине какой-то постоянный звук на нервы действует и вообще с ума сойти я звук не слышу он слышит и и когда он садился звук этих копеек его как будто очень сильно тревожило естественно детям сказал или копейки уберите или деле делайте что-нибудь чтобы этот звук не было хотя это не его машина хотя мы купили эту машину сегодня эти шустрые дети в эту дырку засунули какие-то реситы или чеки сверху положили эту штуку где она эта штука в общем там копейки есть но вы их не видите вот под чем-то спрятали копейки но весь ты звук не услышал как нашел? услышал? почему я сомневаюсь он звук не услышит в общем нашли копейки а из нашего из нашей машины тоже какой-то звук задней стороной в дилер наверное 3-4 раза ввели они не нашли откуда идет звук то есть но первое сиденье все вынесли потом опять поставили сказали из этого но тот звук который слушал он не смогли найти они он взял Люсин с собой сказал Люс ты садись в машину и ищи звук откуда этот звук ну происходит приходит Люсин нашла звук а он из машины нашел не знаю или перчатку какую-то или носок детский говорит засунул куда-то там где Люсин нашла откуда-то звук идет не знаю как эта часть называется но он засунул туда носок и больше звука нету вот так он сумел стерилизовать звук из машины стерилизатор он наш звучной магазины вряд ли будем снимать уже говорила этот магазин каждый раз пробуем каждый раз говорят нельзя здесь снимать но бывало что и позволяли не в нашем городе в других городах говорят это private property кому-то принадлежит какому-то персоне и не позволяют снимать так что тоже не интересно по моему это самый неинтересный магазин мы на месте вас оставляю в машине и вы уже спокойно сидите и ждите мы вернемся этот мурлычет бурлычет сразу видно здесь все женщины упарковались запарковались все криво стоят не думать что здесь кто-то еще хочет парковаться сегодня день его мурчание бурчание и 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Друзья, товарищи, мы это сделали Друзья, мы пошапились на все катушки Ничего такого особенного Может быть взяли что-нибудь, что-то новое Новые чипсы были Не удержалась, потому что чипсы это жизнь Даже черешню нашли Но ведь неплохие на вкус, попробуем И подумали, родители тоже люди Взяли мороженое, купили И прямо в машине будем дегустировать Как будто впервые дегустируем такое мороженое Он сказал, он сейчас на диете Старается человек, говорит Хочу раз в день только есть Сколько времени сейчас, подождите Сегодня еще не ел, ничего Не ел О, 3.15 уже Как время летит 3.15 он еще не ел Говорит, а давай мороженое хоть купим В машине прямо покушаем Значит, сегодня он только раз Будет кушать И это будет мороженое Наверное, человек захотел И потом это не мороженое Это, подождите Это нельзя назвать Полноценным мороженым Потому что по размеру Это с мизинца Всю пачку можно съесть Чтобы назвать это Полную порцию мороженого Смотрите, как это открывается Смотрите, это с размером Окей, пальцы, а не мизинца Но этот палец тоже палец Anyway, подождите Как неудобно По древнему обычаю Жена пробует Пока муж Всего в машину Укладывает Это его любимой Шоколадной начинкой Шоколадное мороженое Есть то же самое Но внутри Ванильный С кусочками печенья Смотрите, не могут Залезть в машину Потому что Другая машина Так запарковалась И, кстати, был мужчина Который так Близко запарковался Не женщина парковалась Он сказал, извините Женщина, если бы тебя увидели Этим может они тоже Скажешь Там женщина сказала неправильно Там и женщина Неправильно запарковалась Поэтому этот бедный мужчина Извинился Извинился за ту женщину Которая плохо запарковалась Давай сначала покушаем Потом пойдем А армия Никто не увидит Не узнает Продавцу тоже говорю Мороженое В сумку не кладите Хотим Тайком По всему миру Перед полмиллионами людей Покушать И аккуратно положил в сторону Говорит Ешьте на здоровье Потом спрашивает Столько кушаешь Кушаешь Меня спрашивает Как не толстеешь Совершенно незнакомый человек Даже такие вопросы задает Шутила Я же опаладный не очень люблю Ванильное вкусное Выключаю И тихо мирно кушаем мороженое в машине Пожалуйста Все Остались всего лишь Три мизинца Говорю Это по размеру мизинца Поэтому Он не знает Про нашего мизинца Иногда Когда В машине его нету Потом что-то говорю И понимаю Он ведь не слышал Я о чем это Разговаривала Поэтому его знакомлю Да Поедем домой Кофе поставишь Быстро выпьем Остальные три мороженое Покушаем С кофе И продвинемся дальше Сын попросил белый лук Возвращается на свой канал Будет работать дальше Сегодня Мой сын Который Сын этого человека Который не ест лук Мой сын тоже не ест лук Если увидит Но сегодня Он для своего канала Готовит Жареный лук Как называется Фаньян В общем Фрайданьян Целый лук берет Не знаю Солит Перчит Специи Не знаю Что делает И будет жарить Говорю Только не в моей кухне Идите Жарьте Куда хотите Потому что Я каждый день Дочки тоже помогают Но Если они работают Он работает Он вроде бы Старается После себя Скажем С хлебом Позанялся По своему Ничего не говорю Но как может Парень Мужчина Парень После себя Что-то почистить Мы уже представили На армянском Есть выражение Кехталова То есть Грязь туда-сюда Мазать И как будто Почистить Загрязнить Поэтому Еще представляю Еще он Лук будет жарить Бред крамс Ему нужны Корн старч Сухари Крахмал И все это Я уже представляю Масло Лук Жарится Запах Сказала Нет Я очень люблю Вас Мои дети На своей кухне Больше люблю Чистой Да Чистоту Очень люблю И Люблю Когда После того Как почистили Она остается Хотя бы временно Да Сказала Идите У нас во дворе Есть возможности Есть эта штука На которую Можно пожарить Там и жарьте Посмотрим Что он готовит И будет ли он Есть этот лук Если жарит Все-таки Это самая Интересная часть Если у тебя Кулинарный канал И ты в жизни Ешь только Три 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 Я каждый Раз думаю Все уже Закончится Сейчас Это Сделает Несколько Недель Назад Говорит Мам Хочу Хлеб для Сандвича Испечь На закваске Завтра Утром Сделай Говорю Серьезно Завтра Утром Проснешься Закваску Достанешь Подкормишь Она у тебя Проснется Сделаешь Тесто Овернайт Ферментейшн Сделаешь Тесто На закваске Это целая История Поэтому Очень редко На видео Это трудно Потому что Должна Приготовить И уже Заготовить В формах Еще одно Тесто Чтобы с ней Приготовить Поработать В общем Длинная История Он представляет Это Раз Два Три Сброснулся И Испек Говорю Ормак Чан Представь В мыслях Весь этот процесс И потом Делай Представил И не сделал Но говорю И нам Тоже Неудобно Было Тогда Дом Смотрели В общем Неудобно Было Говорю Немножко Потерпи В новом Доме Тебе Новую Кухню Купим Отдельно От дома Ты пойдешь Там будешь Делать Все Что Хочешь Сегодня Прошла Комментарий Почему Покупаете Пятикомнатную Квартиру Хотела сказать Дом Все равно Сын Скоро Поженится Дочки Замуж Выйдут Вы умрете Шучу Но А когда Они Поженятся Поженятся Замуж Выйдут Никогда Не знаете Поэтому Лучше Чтобы у них У всех Была Своя Комната И Чтоб Жили Счастливо И Не тесно Такие Дела Еще Одно Комментарий Ни одного Читаю Вы Что Уже Не Переезжаете Что Что Готовлю Как Свечаю Гостей Если Люди Переезжают Это Не значит Что Жизнь Останавливается Что Перестаем Делать Что-то Другое Постоянно О переезде Даже Не хочется Говорить Думаю И вы Устанете Переезд Переезд А Переезжаем Это Уже Несколько Лет Переезжаем Никак Не Переедем Ну Да Обычно Только Сейчас Уже Не сажаю Ничего Уже Знаю Что Не Успею Насладиться Ну Чищу Очищаю В порядок Привожу Для новых Хозяев Пусть Будет Хорошо Все И Красиво Вот Такие дела Мы На месте Хочу Вам Дерево Показать По Моему В этом Году Очень Рано Расцвело Или Зацвело Думает Наверное Уже Осень Я Тоже Уже Думаю Что Может Быть Это Не Лето Совсем Подождите Смотрите Что За Красота Такая Большая Стала Думает это стоит, приходит бесплатно, то есть не бесплатно, месячно мы и так платим, да? Ему все равно, совсем, совершенно. Этот Альберто Луис. Мороженое, кладем в морозильник и кем в кофе. Нет, ты не видишь чизо! Ах, чизо! Плиту надо почистить, его неизменный, неповторимый, еще писали, не помню какие слова, невероятный стиль оператора. Я возьму, хочешь? Эти я хорошо несу. Он белые чашки хорошо несет, я красные хорошо несу и стеклянные. Сладкое купили, но уже в машине подсластились. Хочешь еще? Не хочешь? Говорят, она с Ишханом помогала с крысой разобраться. Она прямо думает, что Ишхан без нее не может эту крысу или домой привезти, или разобраться. А еще не думает, что мы без нее можем кофе пить. А, оригинальный. А, оригинальный. Дэй кипс, ты доктор завоей. Яблоко одно съели и больше не болеете. К врачам не ходите. Писала, как оказалось, врачи нас обманули. Такого нету. Это потому, что вы врачам верите. Если врачи сказали одно яблоко съешьте и не заболеете, значит, это неправда. Но зато там много хороших настоящих витаминов. Очень вкусное яблоко с кофе. Для меня. Ах, молодец. Такое впечатление, что сегодня уикенд. В магазине многолюдно, на улицах многолюдно. Соседи все или чистят, или звуки, как будто дома люди работают. Или у всех такая же работа, как у нас. А блогерство – это не работа. А пусть будет не работа. Но если это не работа, позволяет содержать семью, и не только нашу семью, это хорошая работа. Но это не про работу. Хотела сказать ваши мысли, ваше мнение. Почти 90% наше решение, как переехать, каким способом хотим этот наш переезд организовать. Изначально хотели летать. Мы с кошками летим. Альма с такой сервис есть. Возят несколько дней. Anyway. Но потом не знаю, что меня в голову вошло. Хотя старшие дети сначала не были согласны. Сидела и думала, чай пила и представляла. Всей семьей едем. На дорогу смотрим, останавливаемся. Как будто vacation. Trip. Family trip. Подумала, давай сделаем. И прямо мужу сказал, сейчас что-то скажу. Тебе не понравится. Но просто мысли вслух. Если захочешь, давай поедем. Как раз в наши машины. Сначала одну машину. Я говорила, мы все в нашей большой машине. Вен. Но потом муж говорит, зачем, если тогда едем. Если так делаем. Арнак и старшее поколение в одной машине, наверное, с кошками. А мы с младшим поколением с Альмой в другой машине. Вместе. Так мы сэкономим на перевоз машин. То, что где-то, где-то 3000 за две машины. Где-то в этом районе. Или меньше может быть. Не знаю. На переезд Альму, чтобы ее ввести. Тоже тысячи с чем-то. Почти две. Что еще? Это, кажется, наш сосед. Это кто эти? Мексиканцы? Anyway. Ну, думаем. Такие мысли. Теплее, теплее. Такая игра была. Что-то прятали. И как ближе, то теплее. Горячо, горячо. Скоро горячо будет. Скоро нам домой войдет с этим инструментом. Какой фон у нас сегодня сейчас шумный. Промалчу, пусть закончат. Не верю, но закончили. Пока закончили, почти все комментарии засердечкало. То, что успела. Всегда, если видите сердечко, это или не или. Это сижу кофе пью или вечером чай пью. Это значит, рука достала до телефона. И много не пишу, не отвечаю. Потому что одна рука свободна, одной рукой не могу много писать. Это мой час отдыха. С вами общаюсь, вас читаю. Здесь один комментарий. Быстро прочту. У нас в Лас-Вегасе, который вы критиковали. Очень солнечно. Это я спрашивала, где солнечно. Завидую. С солнечной завистью. Вы критиковали прекрасная погода. Вы говорили, что здесь искусственный воздух. Искусственный воздух, когда приезжаем в Лас-Вегасе, мы в основном в казино, в этих помещениях. Воздух не то, что искусственный. Там нету воздуха настоящего. Там тоже только может быть искусственный воздух. Правильно говорю? Да, но воздуха нету. А мне этот воздух искусственный сейчас очень не устраивает. У меня я не могу. Хочу, чтобы было открыто, чтобы дышали. Мы живем в спальном прекрасном районе. А вы, когда приезжали сюда, сто тысяч раз приезжали, жили в гостиницах. Вот именно на стрипе. Поэтому нельзя судить о городе. Люди такие обидливые. Там города нету, чтобы судить. Там, если бы стрипа не было, Лас-Вегас — это степь. На степи это все построили. Да, Лас-Вегас — какой город? Может и город. Но благодаря тому, что он Лас-Вегас, и там существуют эти казино, и туристы приезжают. Вот и эта часть, наверное, самая красивая часть Вегаса. Мы за город, то есть за стрип тоже выезжали, смотрели, ничего интересного там не было. Но цены зато такие низкие были. В гостинице покупали воду за сказано — 4 доллара. Немножко проедешь за доллар. И мы уже, помню, говорили, когда приезжаем все в Лас-Вегас, идем покупать воду. Из гостиницы не покупаем. А вы когда? Сейчас у нас республиканец, губернатор и главная радость. По-моему, Лас-Вегас — 50 на 50. Или демократ, или республиканец. Последние 4 выбора у них демократ. Не знаю, что сейчас республиканец. Подождите, главная радость. Наша хоккейная команда Golden Knights выиграла чемпионат Стэнли. Ура! Мы тоже болели. В субботу будет большой celebration. Надеюсь, ваши сыновья тоже рады. А наши сыновья болели за Лас-Вегас, потому что он наш самый лучший хоккеист в мире. Самый лучший вратарь Джонатан Квик. Его несправедливо трейд сделали. И Лас-Вегас взял. И, по-моему, он принес эту удачу. Поэтому команда выиграла. Good luck принес он. Поэтому мы за него болели. И за Лас-Вегас тоже болели. Арка болела очень. Ну да. Очень рада за вас. Поздравляем. Да. Дети болели. А я уже перестала за кого-то болеть. Потому что даже за наш LA Kings уже давно перестала болеть. Потому что нервы трепечутся. Если есть такое слово. Волнуюсь. Прямо дрожь бросает. А потом они даже и не знают. Им все равно. Проигрывают. И сказала все. С меня уже хватит. Я ни за кого не болею. Только за своих мальчиков. И все. Конец связи. И там дискуссия идет про погоду. В Техасе жарко. Жуткая влажность. И открытые границы. Если сравнить лучше Техас или Невада. Невада на первом месте. Если что честно, то честно. И ближе к Лос-Анделесу. Ближе к нашему дому. Первое место по погоде. Ну, первое место по погоде это Калифорния. А Техас всегда был республиканским штатом. И очень надеюсь, что не изменится ничего. Хотя в этом мире уже не знаю, что изменится и что не изменится. То, что сейчас творится, уже ничто не удивляет в этом мире. Все произойдет. О, да. Нормально. Может и такое может быть. Ха, это Ава или Лява. Это чехерики. Микчи-чехерики. Ха, окей. Жарить будет. И самое главное, пошел, взял такую низкую сковородку. И там хотел жарить такой лук. Дип-фрайт. То есть полностью лук должен войти в... Думаю, что-то весело. И мы попробуем. И посмотрим, какой жареный лук. Наверное. А, как же, ты взял ее? Нет. Виай-Цахи. Думала, виай-Цо. Потом в крахмал. Потом опять виай-Цо. И сухари. Может быть. Думала, что-то взял ее? Виай-Цо. 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 Что уже хорошо будет? А за Альму уже спокойно. Что с нами будет? За детей не беспокоились. И за Альму всех в машину. кошки тоже думаю в порядке будут главное чтобы люсин с нами голос лусин будут слышать потому что гишер это как не знаю неотъемлемая часть люсин без люсин она не может думаю все хорошо будет эти штуки и наденем прочла в комментариях нужно хотя бы неделю надеть эти жилетики знаете потом уже научить и шагать на поводке это сделаем наверное за неделю до выезда не знаю как будет эти последние дни нам очень неизвестно как будет принципе где будем спать если хочу все удалить скажем кровати матрас и ничего собой не хочу брать то есть ух не знаем муж говорит может быть какой-нибудь отель ну дома из дома все увезем или выбросим или продадим и вместо того чтобы но уже дом пустой в пустом доме не уснешь какой-нибудь отель возьмем пойдем в отеле поспим уже и из отеля выйдем не знаю интересно как то но все равно говорю губы и кожа тоже стрессируется на это на на лице видно и действительно большие мнение большими много мнения прочла почему трескаются губы у меня от стресса уже поняла для себя я поняла хочу не впадать в этот стресс и поэтому очень мало про переезд стараюсь и говорить и делиться и думать но все равно иногда меня берет этот стресс я сильная думаю думаю потом делаю свое дыхательное упражнение и уже свободно от стресса пока опять настанет но стрессу не поддаемся будем делать наверное что купили истровертез заодно что-нибудь вкусное может быть найдем из покупок покушаем порадуемся жизни точно лук будем кушать сегодня такая послушная конец фильма